Фандокс с рабочим визитом посещает заместитель премьер-министра. На повестке дня – стратегия развития в условиях санкций. Раньше 70% фанеры уходило на экспорт в страны Евросоюза. Но из-за давления пришлось искать новые рынки сбыта. Поэтому теперь продукцию поставляют и на восточно-азиатский. Акцент делают на мебельное производство. Стратегия у нас, в общем-то, не менялась. Она была изначально, на протяжении, наверное, последних пяти лет. Это углубленная переработка древесины и рациональное использование сырья. В этом году жизнь заставила ускориться. Мы провели модернизацию мебельной фабрики. Практически удвоили производство мебели. Следующий пункт – визита Белшина. Здесь 60% продукции идет за рубеж. Остальная доля реализуется на внутреннем рынке. У предприятия открываются новые возможности. Увеличивать поставки в пределах союзного государства за счет тесной кооперации со строителями карьерных самосвалов, производство которых выросло в полтора раза. Европейские изготовители сверхкрупногабаритных шин ушли с России. В течение двух последних лет увеличиваем объем производства. Буквально два с половиной года назад мы производили товарные продукции на 600 с небольшим миллионом рублей. То по этому году уже это будет миллиард 250. А на 2023 год ставим задачу практически до полутора миллиардов товарной продукции. Это существенный темпоросток. Еще в 2021-м на предприятии разработали стратегию развития на пять лет. Уже завершено техническое перевооружение завода массовых шин. За счет этого здесь освоили выпуск новой продукции. Параллельно ищут доступные рынки сбыта и увеличивают мощности. Нерешаемых вопросов нет. Главное, что было желание у наших руководителей находить решение. Всегда можно найти выход. Времени у нас на раздумья абсолютно нет. Мы должны принимать оперативные, быстрые управленческие решения для решения вот этих вопросов. Несмотря на санкционное давление, отечественные предприятия не сбавляют оборотов. По итогам нынешнего года Министерство промышленности показывает хорошие результаты. Динамика, уверен Петр Пархомчик, сохранится и в 2023-м. Основная задача – освоение импортозамещающей ниши.